Так что у нас тут ваза, которая, конечно, не прикрыть внутреннюю пустоту, но зато прекрасно можно заполнить пустоту кадра. Так что, друзья, очень много мне надо вам рассказать. Я постараюсь все-таки по-быстренькому, потому что у нас тема летний аромат, и у нас тут уже жара. Поэтому самое-самое сейчас то, что нужно. Так, что хочу вам рассказать. Первое, это я подчеркну красивую картинку, макияж, маникюр и правильная грамотная речь в кадре. Я не имела в виду, что вот должно быть именно так, а все остальное это ужасно и не должно вообще существовать. Ни в коем случае у меня вообще не работает вот эта система идеализации и обесценивания. Я имела в виду только одно — критиковать красивую картинку, что человек постарался там, накрасился, сделал маникюр, что там еще вырезал там все ненужные части из видео. И вообще, в принципе, он грамотно, хорошо, спокойно говорит, объясняет красиво. А это критиковать для меня лично абсурдно. Все, точка. Я даже подчеркнула, что я не даю оценки человеку, который об этом говорит. Я просто говорю, что на мой взгляд, личный, вот на моем канале я имею право его высказать, на мой взгляд, это абсурдно. Но, опять же, парфюмерные каналы создаются людьми и вообще канал на YouTube по разным мотивациям. Например, мой канал — это выражение моего творчества. Да, естественно, я создаю здесь, знаете, как вот мне написали очень такой забавный комментарий, который мне вообще очень многое объяснило жизни. Человек почему-то противопоставляет вот эту вот красоту картинки, там, вот этот макияж, маникюр, грамотную, правильную речь и реальность, и искренность. То есть для него все это нереально. Я понимаю, что, видимо, есть два момента. Человек живет вот как-то так, что это ему не окружает его, да, это ему непривычно. И второй момент. Я согласна со словом «искусственный» в смысле «искусство», потому что для меня канал — это выражение моего творчества. Я завела свой канал в пандемию, когда я сидела дома, когда не было возможности работать, то есть выходить с людьми в большом количестве и что-то снимать, и душа просила. Я завела свой канал. И для меня, да, это было одним из способов создавать искусство. Да, это не кино, естественно. Это парфюмерный канал. Но, как бы, что на тот момент не было доступно, то я и делала. Я совместила свое увлечение парфюмерией и свое увлечение режиссурой, кино, актерским мастерством. Все вот это я совместила в моем канале. Да, естественно, когда ты создаешь кино или ролик, к которому я отношусь точно так же. Поэтому я соглашусь, да, мой канал — это немножечко искусство. Вот эти мои вставки, за которые меня критикуют. Я, кстати, поняла, почему они кого-то так прям бесят и раздражают. Потому что человек в этом не видит искренности, как он ее понимает. Мне так можно любое искусство в этом обвинить. Ну, согласитесь, это не реальность, это ее отражение. Вот все, друзья, все, все. Короче, погнали про парфюмы. Так, и с какого же... А, я вам сначала расскажу то, что меня удивило до глубины души. Первое — БДК. Это кремовая кожа. И я вчера, у нас уже было жарко, я вчера решила его нанести на себя. Вообще это странновато, потому что он, по мне, какой-то зимний аромат, осенний. Но он очень красиво, удивительно открылся на мне звонкими фруктами. Тут вначале ананас и цитрусы, там лимон, апельсин и бергамот. И вот он вдруг открылся вот этим вот всем. И с такой кремовой подложкой. И кожа почему-то ощущалась больше такой специевой, да, больше специями. Здесь есть два вида перца — розовый и черный. Но я больше чувствую черный. Почему-то это открылось очень красиво. Появился шлейф такой фруктово-сливочно-специевый, которого не было зимой на мне. Удивительно. В общем, так, у меня вот такая там мошка. Улетай, пожалуйста, улетай. Сейчас вообще не для тебя. Так. Лертизан парфюмер. Бана банана. Казалось бы, ну вообще летний парфюм. Почему меня это удивляет? Нет, друзья. Здесь пудра. Здесь все стартует банановым листом. Банановой кожурой, я бы даже сказала. Я сегодня, кстати, в нем. И потом густая пудра. Мой муж вообще сказал, что это что-то такое ретро. Мой брат сказал, что это что-то синтетическое. И я совсем согласна. Потому что из синтетического здесь банан. Банан натурально, видимо, сделать пока не могут. Он больше как отдушка. Как отдушка для конфетки, например. Или для какого-нибудь крема, для геля, для шампуня. В общем, вы поняли, для чего-то отдушка. А вот пудра, пудра, она прям густая. И пудра здесь может казаться ретровой. Потому что кто-то называет ретро как раз такие вот пудровые густые ароматы. И это все есть. Но мне очень понравилось сочетание. Эта пудра, когда вот она на тебе шлифит, она шлифит чуть-чуть таким зеленовато-кислым оттенком. Если не знать, что это банан, то вот, ну, может, даже ты его не опознаешь. Ну, как бы мы-то знаем, что банан, поэтому назовем это таким зелено-кислым бананом. Таким даже немножко терпким, да, как вот эта его кожура. Есть такая терпкость. Так, дальше. Дальше мой любимый герлен. Это елисейские поля. Это взрыв фруктов, шампанского. И я почему-то всегда чувствую, как будто бы еще на этом фуршете есть пирожные. Ну, это я так воспринимаю. Я не знаю, что это за нота. Тут много-много фруктов, цветов. И как будто бы цветет сирень еще где-то рядом. И вообще мне казалось, что это именно весенний аромат. Но летом он тоже очень классный, очень бодрящий и очень-очень позитивный. Он поднимает настроение. Имейте в виду. Так, что дальше? Давайте по порядку пойдем. Это филосикоз. И сейчас для него самое время. Потому что на улице еще не сумасшедшая жара. Хотя уже жара, честно скажу, у нас уже жара. Здесь есть инжир. Здесь есть зеленые ноты. Здесь есть кокос. Он как будто бы свежий. Вот это только что такой разрубленный кокос. И здесь... Заморала. И здесь есть древесные ноты. Да, вообще у меня ощущение, что это аромат, как будто бы ты где-то на пляже пьешь кокосовый сок. Прямо вот из этого, из кокосок. И где-то там есть трава. И ее только что скосили. И вот этот аромат свежескошенной травы доносится. В этом аромате для меня есть один минус. Вроде бы он абсолютно летний. Он освежающий, позитивный, солнечный. Но он слетает вот в жару вообще просто за полчаса. Он вообще в жару не держится. Он, конечно, держится лучше в холоде. Но в холоде нет. У меня лично настроения никакого для него. Поэтому вот сейчас такое немножко вот не совсем еще жара окончательная. Поэтому он подержится подольше. Там полтора часа, может, два. Смотря еще какая кожа. У меня холодная. Видите, сколько? Его на самом деле много вообще. Уже я использовала. Фокусируйся. Видите, сколько уже использовала? Ну, и по большей части это потому, что я просто им поливаюсь. Поливаюсь. Он заканчивается. Точнее, он улетучивается. И я опять поливаюсь. Так, следующий аромат. Juliette Hesedan Gentlewoman. У меня очень долгая история с этим ароматом. Друзья, я когда его заказала, ну, не сказать, чтобы я как-то разочаровалась или не могла его носить. Когда я его только получила, меня очень смущало его начало. Хотя, в принципе, чего-то Вика ожидала, хочется мне сказать. Потому что это Gentlewoman. Это тебе намекает, что вначале будет что-то про джентльменов. И правда, начало у него как будто крем после бритья. И вот оно меня всегда очень смущало. Но сейчас у меня какая-то просто страсть к нероли. И поэтому вот это вот начало, я готова, не знаю, что-то делать, чтобы его продлить. На холодной коже, слава богу, оно задерживается. Это супер освежает. Это прям как глоток воздуха в пустыне. Воздух, воды. Это прям глоток воды в пустыне. Это очень круто. Потом, конечно, аромат уже немножечко-немножечко заслащивается. Тут есть амброксан в базе. Он довольно громкий. Вот этим вот некоторые джульетты грешат, что все, что там сверху слетит, а один амброксан остается. Но не критично, не критично. И здесь есть миндаль и немножечко флёрда оранжа. Мне раньше казалось, что его больше, но нет. Теперь я понимаю, что его тут не так, чтобы, знаете, аромат весь о нем. Для меня все-таки самые громкие здесь нероли. И теперь это прям мое. В целом аромат можно даже назвать цитрусовым. Ну, хотя здесь цитрусовость именно от нероли и от флёрда оранжа. Миндаль тут зелёный. Вот, как я бы сказала, тут какой-то зелёный, незрелый миндаль. Тут нет вот этой какой-то горькой миндальности, которая обычно в пудровых, там, в линстан-мажик, например, герлен. Нет, здесь миндаль скорее зелёный. Вообще тут вот зелёный, цитрусовый, свежий и амброксановый. Вот такой аромат. Мне он сейчас зашёл. И как обидно, потому что тут, мне кажется, осталось, ну, меньше половины. Половину аромата я пыталась с ним подружиться, потом аж влюбилась, а он и закончится скоро. Угадайте, что? Это Only You от Новой Зари. И для меня это в шлейфе просто один в один Балдафрик. Вначале есть разница. Вначале у Балдафрик, по мне, так там погромче цитрусы, погромче какая-то вот эта вот нота такая кисловатое. А здесь он мягко. И мне даже это понравилось. Я помню, когда я его носила в холодную погоду, мне это даже нравилось. Ну, в целом, мне сейчас нравится. Для меня это какой-то необычный, неописуемый аромат. Я очень рада, что у него уже популярность сходит на нет или уже совсем сошла. Он такой для меня бело-цветочный, кремовый. И цитрусовый. Да. Я даже, честно говоря, не помню, какие тут ноты. Тут, по-моему, тоже есть флёрда оранж. Привет! Здесь есть точно так же, как Балдафрик, цитрусы. Здесь есть нейроли, мои любимые. Флёрда оранж, фиалка, ветивер, кедр есть. Я не знаю, как можно было это так намешать. По-моему, еще мускус есть. Мускус и амбра, точно. Как можно было это все намешать, чтобы создать вот это вот невероятное, невероятное звучание. Я просто обожаю этот аромат летом. Это мой любимчик. Да, наверное, этим летом у меня закончится этот флакон. И, скорее всего, я буду покупать уже Балдафрик. Наверное, не знаю. Не зарекаюсь. Может, я его опять куплю. Не знаю. Так, ну и последний аромат. Это стэш Сара Джессика Паркер. Прайв. Для меня это просто аромат какой-то родниковой воды с капелькой цитрусов и в деревянной такой подложке. Это супер освежает. И при этом это очень элегантно. И это похоже на Шанс от Шанель. Здесь вначале есть розовый перец. Здесь есть айва. Айва есть. И это чувствуется как такая немножко цитрусовая сладость. Я, честно говоря, вот айву, наверное, не знаю. Может, я когда-то ее и пробовала, но я точно этого не помню, когда это было. Поэтому это мной воспринимается как очень красивый фрукт с цитрусовым оттенком. Фрукт, возможно, даже какой-то типа яблоко. Но это, конечно, не яблоко. Потому что вот именно цитрусовый оттенок. Вот такое описание айва, друзья. Если вы ее пробовали когда-нибудь, напишите мне. Здесь есть флёр де оранж. Однозначно моя любимая нота на лето, судя по всему. Вы знаете, я не по нотам, конечно, собирала эту подборку. А потому что я сейчас собираюсь носить в ближайшие дни. И тут тоже есть флёр де оранж. И тут тоже есть вази ветивер. И есть мускус. Еще есть береза, кстати. Вот береза. Она очень редко встречается. Но вот она придает какой-то такой оттенок, аромату. Свежий, древесный. Вот, друзья, такая у меня получилась подборка. Я очень вам благодарна, что вы досмотрели это видео до конца. А еще за то, что вы меня поддержали. Когда я снимала это видео, я, конечно, подозревала, что на меня, как и негатив какой-то свалится, которого было, кстати, не так много. И кто-то отписался, но тоже не так много было людей. Но очень много было позитивных комментариев. Я бы даже сказала, комплиментов. Я прям чувствовала, как будто я на комплименты нарвалась. В принципе, так я и думала. Но мне, понимаете, мне было реально очень интересно понять мотивацию. Мне всегда очень интересно. То есть я могу догадываться о чем-то, да. Но вот положа руку на сердце, честно, вот эту я не предполагала. Эту я имею в виду о том, что для человека кажется нереальным. Вот это все, что я делаю, оно ему кажется неискренним. То есть человек же, получается, не верит мне. Наверное, он считает, что я, вот закончив это видео, я выключаю, начинаю матом разговаривать, там, крыть всех, вазы все разбиваю. Ну, я не знаю. Снимаю фотообои. Это не настоящий фон о фотообои. Как-то так, что ли? Ну, я не знаю. Потому что я в видео такая, какая я есть. Именно, понятное дело, что не с мужем, да, естественно, с мужем я немного другая. Это само собой. Но так как я общаюсь с друзьями, со знакомыми, вот я ровно точно такая же. Даже, наверное, иногда я более открытая. Ну, потому что все-таки знакомые, с ними надо границу держать, да, и они тоже сами, наверное, не хотят обо мне что-то знать. А тут я все-таки рассказываю, думаю, если человеку не нравится, ему неинтересно, он выключит и пройдет мимо. И это норм, это нормально, я считаю. Выключить и пройти мимо. Если хочется что-то сказать, то я думаю, что это можно высказать где-то у себя, да, я не знаю, с подругой поделиться, у себя в соцсети. И я считаю, что не надо у другого человека как-то в комментариях и так далее гадить. Потому что, ну, когда кто-то пишет, типа, вот все не так, и видео не такое, и вы не такая, и все не то, я думаю, ты вот как бы что хочешь в этот момент, чтобы я перестала снимать? А может тебе еще хочется, чтобы я вообще умерла, чтобы у меня не существовало серьезно? Ты берешь на себя такую ответственность? Или ты просто вообще не думаешь о том, что ты говоришь и что ты пишешь? Ты не понимаешь, что ты пишешь? То есть, когда ты человеку запрещаешь выражаться так, как он это делает, по сути, ты ему говоришь «не существуй», «не существуй». Это так, потому что если ты высказал свое мнение, то ты его, как бы, если тебя не спрашивали. Короче, вот, поэтому, друзья, вы меня, я думаю, поняли правильно. Все, я на самом деле не люблю вообще и не хочу никаких холиваров. Мой канал — это канал для отдыха, для расслабления. Поэтому и красивая картинка, и я, и так далее, и так далее, я все делаю для того, чтобы это было таким островком, да, куда можно приехать, прийти, отдохнуть и ни о чем не думать, ни о том, что сейчас происходит. Такой островок покоя, мира, добра. Поэтому я чищу его от хейтеров, естественно, кто бы это ни был, хоть какие-то люди неизвестные, даже если какие-то блогеры некоторые тут уже наведывались. Я чищу, да, хейтеров, мне не важно, кто это, никаких привилегий. Вот, поэтому это главная моя цель, и поэтому я буду продолжать делать то, что я делаю, и так, как я делаю. Те, кому нравятся, те, кто со мной, я очень вам рада, потому что, ну, сами понимаете, это очень приятно, что ты с кем-то, ты не в одиночестве, ты не в пустоте. И вообще, конечно, ну, кто станет вести канал, если нет никакой отдачи. Все, друзья, не забудьте поставить палец вверх, если вам понравилось это видео, понравилась эта подборка, подпишитесь на канал, это важно для его продвижения, чтобы YouTube тоже понимал, что мой канал интересен. Все, всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok